Да, я слышу, и говорите. Игнатий Тихонович, в Священном Писании написано, что сильный ветер и не в ветре сильном Господь, землетрясение и не в землетрясении, и не в огне, а в тихом веянии ветра. Вот я уже вам говорила, у меня в последнее время очень серьезные наваждения были бесовские. Просто он меня свалил, что я даже ничего не могла делать. Просто лежала и ничего не могла делать, не могла отличить добро от зла. Вот до такой степени, вот правую руку от левой не могу отличить. Вот все перемешалось в голове до такой степени, что мне стало страшно. Мне говорят истинные вещи обычные люди, а я их не отличаю. И думала, да я же не смогу в таком состоянии дальше воспитывать детей, просто не понимаю ничего вообще. И вот этот бес мне эти мои грехи страшные показывал, и за каждого он мне как будто в ад прям тянул, что я не смогу покаяться. Очень ужасно было состояние. И вдруг, это было много-много дней, и потом однажды вдруг я молюсь, и у меня вот прям явное прозрение, что не бойся, не бойся. И потом опять вот этот вот туман страшный, наваждение. Вот это вот, не бойся, это и был вот этот вот Господь? Как вообще понять? У меня вопрос попроще немного. А администрация нашего Содружества к вам какие-то претензии имеет? Нет. Никаких нет. Считают, что вы верующие, и задаете вопросы не подковырка, а просто такие вас мучают. Так? Да. Ну хорошо, я так принимаю это все. Потому что просчитал такое, тут я думаю, как отвечаю, а человек может быть и не верит. Надо Богу довериться. А довериться, значит, нужно все время спрашивать, как тебе, Господи, угодно, да будет воля твоя. Вот вы заметили, вот этот вот участок вашей жизни, он отличается от прошлого. А почему? Ведь просто рассматривать, если сейчас бы кто-то нас съемку вел, и прямо каждую минуту, и как я сплю, и как встаю, и мы признали бы, что это моя жизнь? Или сказали, кто-то придумал? Или все признали бы? Вот в этом весь суд, суд Божий будет почему неопровержимый, потому что в обратном порядке вся жизнь будет рассмотрена. Когда люди внезапно, где-то клиническая смерть, и они в самый последний момент видят от рождения до момента, когда они попадают в эту клинику, видят свою жизнь. И не могут понять, почему другие-то этого не видят. Я считал эти неоднократные такие свидетельства людей. Сказать на это вам только вы можете. Что у вас перед этим было? Как это так? Вот меня спрашивают, а вы слышали так? Бог голос говорит, видел. У меня не было видения ни одного за всю жизнь. Я не нуждаюсь в этом. У меня не было ни одного чуда, которое называют чудесами. Я просто живу и благодарю Бога, и радуюсь, и страдаю. Но не считаю это ни страдания, ни полноценным. Я просто доверяюсь Богу. Да, вы меня поняли? Я слушаю. Я поняла, поэтому я с вопросом обратилась. Что именно перед этим было, я внимательно рассматриваю, как это было. Почему это так вот? Даже сон такой необыкновенный. Вот у меня очень часто повторяется один и тот же сон. Что меня арестовывают, и на корабле, на пароходе везут куда-то река Лена, или кто туда, к рядовитому океану. Вот. Что это означает? Предупреждение или... Я видел, и у меня эти сны все сбывались. Когда я видел крест, лещу на кресте. Крест такой, как железнодорожный мост. Высота, если на бок положить его, я встану. И только вот так вот он мне, крест этот-то. А длина его там метром сто пятьдесят. И я на нем лещу, среди облаков, и не боюсь, ноги свесил. Какая рубашка, помню, зеленые клетки. И дальше как все начинается, и когда меня арестуют, у меня будет все с буква в букву. Но я уже заранее был подготовленный. Я мог показать, где он сел, крест. В каком месте нашей там за деревней Солонцы. Что это? Господь, полюби своей, заранее предупреждает. Я спросил Господи, а что означает крест? Он говорит, страдания России, которые грядут. Я, почему я один на кресте был? Вы пойдете первым. Вот ответ. Прямо голос мне говорит, во сне. Ну и так было, меня арестовали, так и было. И как там священники не хотели прищищать? А мне, вот тебе прищастие будет. И какой священник. Все было показано, я все это заранее записал. И когда случилось, все видят буква в букву. И так надо рассматривать, и Господь как-то покажет, вразумит. Чужую жизнь определить, почему и так, я не знаю. Но только нужна тишина. Тихое веяние ветра. Никогда там буйно, там, ты мужа нагрубила или детей побила. Ну, чего-нибудь такое. К примеру, говорю, я вас не знаю. Вот. Как это бывает так? Закрой за собой дверь. Нужна тишина. И там Господь говорит, я открою тебе будущее. У меня самые счастливые дни моей жизни были, когда я сидел в камере среди заключенных. Когда у меня безразмерная статья была. Кончается, снова наворачивает. И когда я лежал на операционном столе. У меня тяжеленные были и операции. Позвоночник. Там все нервы, все это в куче. И вот отголоски идут у меня по сегодняшний день. Это любовь. Я ни о чем не думал. Я только молился. А здесь какие-то подходят иногда смуты. Там ходишь и по неволе думаешь. Иногда и думаешь, время-то и зря прошло. Надо только было благодарить Бога. Ответить на ваш вопрос, почему и как, я даю только пунктиром. Проверить себя и поверить, что у Бога все. Все высчитано. Вот так. Я поняла. Спасибо, Христос. Вы только ничего не думайте, что я сказал вам. Так, не так. Дело в том, что я ничего не скрываю. У меня все открыто. Вот она тут. Сказали. Может не о вас там. Да, это не о вас там было сказано. Там фамилия, буква Я была. Да, это я виноват. Сказал, не вам. Но все равно сгодится. Что сомнение есть, что истинно верит человек, истинно задает вопросы вроде с подковыркой. Ну, я не знаю. Мне не открыто это. Вы пришли, я ответил. Это не о вас речь шла. Фамилия-то ваша моя вроде там. Моя, Михаил. Да, а там буква Я первая была. Значит, не о вас речь шла. Так что простите. Спаси Христос, Игнатьич. Аллилуйя. Так, вопросы? Ну, если никого нету, я отхожу тогда. С Богом.